Привет, друзья, с вами снова я, и сегодня я хочу поговорить о том, где выгоднее всего обменять валюту в Польше. Я недавно столкнулся с таким нюансом, что многие люди задаются этим вопросом, лазил по разным пабликам, на типичном Кракове, на подслушанно Краков, то есть смотрел, что многие не знают, где здесь поменять валюту, где выгодно поменять валюту. Так вот, сегодняшнее видео у меня именно об этом. Новые мои выпуски также смотрите в пабликах «Типичный Краков» и «Подслушанно Краков», не заставят себя ждать, скоро их выпущу. И ссылочки на все видео и на все ресурсы и на паблики ВКонтакте смотрите внизу в описании. До новых встреч! Всем привет! Сегодня я хочу снять видео про то, где и как в Польше нужно менять валюту. Вода у нас как-то резко испортилась, сейчас идет такой дождь, снимать видео не сильно удобно, но я попытаюсь. Так, в общем, если вы захотели поменять валюту уже в Польше, то не переживайте, у вас есть несколько способов, чтобы это сделать и без потерь. Первый способ – это, конечно, поменять валюту в обменниках или в банках. Менять валюту в банках я вам не советую, потому что там очень заниженный курс, либо же, наоборот, завышенный. Ну, то есть ситуация такая же, как и у нас с вами в стране. В любой. Да, если хотите, можете поменять валюту в обменниках, но также зависит, какую валюту вы хотите менять. Если захотите менять гривны или рубли, то вы сильно удивитесь тому курсу. То есть, допустим, сейчас, если в Украине вы можете купить злотый за 6,3-6,5, допустим, то здесь вы сможете купить его минимум за 8 в обменниках. Продать вы сможете где-то за 4. Есть множество разных обменников, как и в центре, так и на вокзале. То есть, если хотите менять в обменниках, то я вам советую, прежде всего, заглянуть на сайт. Называется он Zlato vs. Kanter. Там выбираете нужный город, допустим, Краков, и там уже отслеживаете курс на данный день. Он там обновляется 2 раза в день, утром и вечером. То есть, там вы можете посмотреть и доллары, и евро, и рубли, и гривны, все что угодно. Следующий вариант – это поменять деньги наличными у кого-то из своих соотечественников, ну или у кого-то здесь, у менял, в общем. Да, не самый хороший способ, не самый удобный. Но при этом, возможно, он будет выгодным для вас. И для вас, и для меня, вы. То есть, вы можете рассматривать этот вариант, как реально существующий, как иногда полезный и удобный. Следующий вариант, самый простой, самый удобный, самый выгодный, которым пользуюсь сейчас я, о котором я не знал, это если, допустим, у вас есть карта PrivatBank или UnicreditBank, либо еще какого-то украинского банка, то, да, у вас гривневый счет, то вставив его в банкомат и выбрав снятие валюты, то есть, допустим, злотых, вы получите свои злоты, допустим, 200 злотых, но не по курсу банка, допустим, у PrivatBank сейчас курс 6,6. Существует курс наличными и существует карточный курс. Так вот, карточный курс выходит около 6,25, 6,24, по-моему. Да, то есть, вы получаете злотые по этому курсу и плюс 2% комиссия. То есть, конечный курс, получается, я вот менял, он для меня вышел 6,37. То есть, ну, гораздо выгоднее, чем купить здесь у меня, допустим, за 7, либо же в обменнике за 8. Поэтому я советую вам такой вариант, смотрите, выбирайте, думайте. Спасибо за просмотр.